приветствую вас мои дорогие сегодня мы с вами поговорим о психосоматике детских заболеваний почему дети наши болеют так вот я конечно не специалист сразу скажу и у меня получилось так что все это всегда было по бочкой больше я занималась взрослыми но так как у меня очень много мам которые смотрят меня то поэтому получилось что все эти знания смогли помочь детям и поэтому я сегодня буду рассказывать о тех случаях которые помогли моим клиенткам и их детям и так мы начнем с самых простых заболеваний например когда ваш ребенок постоянно подхватывает простудные какие-то вирусные респираторные заболевания ангины либо даже уже бронхит воспаление легких или пневмония то здесь нужно задуматься о том насколько между вами и вашей второй половиной хорошие отношения знаете однажды ко мне еще лет десять назад даже 11 пришла клиентка и говорит я пришла к вам потому что мне дети очень болеют часто не игру вас между вами и мужем нет духовного родства на что она мне сказала что вы знаете мы с мужем даже слова плохого друг другу не говорим не то что ругаться я говорю но я вижу что между вами нет духовного родства возможно я ошибаюсь она фыркнула и ушла через три месяца она пришла ко мне по новой говорит вы были правы мы начали я пришла рассказала мужу он сначала молчала потом через несколько дней сказал дорогая ты разве не замечаешь что мы реально не общаемся что как только появились дети между нами как будто кошка пробежала мы живем как соседи и они стали выяснять отношения в дальнейшем улучшили их их дети перестали болеть это первый был случай когда перестали болеть детки второй случай был с моей соседкой но я же говорю я специально никогда детьми не занималась когда она приходила ко мне и спрашивала почему у меня у детей уже и пневмония было и то и другое а поверьте мне ее бил муж она ночами в четыре утра прибегала ко мне в одной ночнушке когда муж ее выкидывал за ноги из дома а дети в этот момент за голову пытались затащить ее обратно и дети постоянно болели так что уже потом взрослый сын которому было на тот момент 7 лет сказал мамочка разведись с папой и когда она развелась с отцом когда она стала спокойней дети перестали болеть то есть это были такие явные показатели на самом деле как только мы начинаем испытывать стресс и беспокойство то мы заболеваем сами если же у нас есть дети то наши дети это зеркала и скорее всего будут болеть они если мы например не хотим работать если мы не хотим выходить куда-то на работу еще что то или хотим дать себе какой-то отдых то чаще всего наши дети как зеркала начнут делать что они начнут болеть чтобы дать нам возможность быть дома то есть если вы сами себе не даете отдых то ваши дети просто заставят вас отдохнуть дома и не ходить на работу второй случай у меня был уже более осознанный это было три года назад я на тот момент я на тот момент жила на бали и мы снимали на вулкане батур как раз тоже курс почему запомнила потому что я смотрела в это время на вулкан и разговаривала с клиенткой пришла на ко мне по сарафанке и у нее была проблема с тем что трехнедельный ребенок дочка и у нее не работал кишечник когда она ко мне обратилась мы стали с ней смотреть и комплексно решать эту проблему и первое что я увидела что с 5 по 7 месяц она была в таком жутчайшем стрессе и не могла переварить ситуацию на что она мне говорит что нет у меня все было прекрасно я говорю но как бы мне показывают возможно я конечно ошибаюсь и не буду спорить и она вспоминает что на работе и и не повысили на ту должность на которую она дал претендовала и она работала там долго но сами понимаете что любой начальник не будет повышать женщину которая уходит декрет чтобы ставка пустовала а эту должность занимал и о до исполняющей обязанности она психовала на ругалась она доказывала и все это время как раз закладывался кишечник у ее ребенка который естественно не смог работать нормально и мы с ней начали работать изымать эти эмоции она прописывала я и говорила какие медитации слушать какие мантры какие молитвы и я и говорю это был октябрь игру в ноябре будут делать операцию гранит делать будут ей в январе на кабинет врачи сказали в ноябре потом оказывается что перенесли операцию на январь мы с ней еще продолжали работать и в январе врачи сказали что это медицинское чудо что один на миллион при такой ситуации кишечник начинает работать скорее всего что ребенок в этой ситуации должен был жить скалоприемником поэтому если вы хотите чтобы ваши дети были здоровы в первую очередь вы должны смотреть в себя в первую очередь вы должны изъять у себя все проблемы которые в итоге мешают нашим детям наши дети реально как наши такие зеркала когда я проводила мастер-класс который помогает изъять эмоции у детей которыми их перегрузили родители побочным эффектом стало то что у многих детей прошла аллергия одной моей студентки она написала прям отзыв что в два года они постоянно тоннами мазали своего ребенка у него была жутчайшая аллергия когда она изъяла эмоции то нового ни одного высыпания не было и слава богу сейчас болезнь уходит на спад поэтому смотрите где вы эмоционировали если это врожденная болезнь значит вам нужно идти во внутриутробный период и оттуда изымать эмоции которые разрушают здоровье ваших детей также смотрите на гнев тревожность беспокойство это все тоже закладывается вами в ваших детей ведь считается что если счастливая мама идущая в новизну реализующийся которая здоровая сексуальная богатая молодая она дает возможность детям реализоваться еще больше вы творцы будущего ваших детей да конечно дальше они будут сами работать но именно вы даете им огромный толчок как они будут жить поэтому когда я сейчас провожу программу здоровья я всегда говорю вы даже имея взрослых уже детей и внуков вы уже меняете свое днк и тогда ваши дети и внуки которые уже есть начнут меняться все что вы делаете вы делаете для себя и для своего будущего потомства для будущих поколений обязательно начинайте себя посмотрите что вам нужно изменить в себе что вам нужно улучшить себе чтобы стать лучшей версии себя и даст дать возможность новому поколению жить в любви изобилии здоровья и процветания с любовью ваша алтанай